Музыка Ой, ну вообще я на пирожки первый раз прошла в 14 лет своих. Хотела в свои карманные деньги, а от родителей стыдно уже просить в 14 лет. И я работала с 14 лет до 28 лет на пирожках. Потом я ушла в магазин. Как бы все нормально, но стали урезать, получать нечего. Вернулась вот в свои пинаты, как говорится, назад. Ой, начинали мы просто на обочине со столиками торговали. Раньше машин больше было, продавали очень много пирожков, когда только начиналось. Мясо было и творог тогда по 15 рублей еще. А остальные по 10 рублей пирожки. Сейчас 60. То есть большой скачок такой. Ну естественно потихоньку поднимали, поднимали. Но все равно как бы люди приезжают, останавливаются. Потому что за столько лет уже много своих покупателей, которые знают, что они спокойно покушают и доедут до места назначения, куда они едут. Мы заезжаем сюда практически каждый раз, если не очень сильно торопимся. Если я проезжаю в город, то мы всегда с собой еще берем пирожки. В отличие от производства в том же Питере и в Москве, здесь пирожки отличаются тем, что много начинки. Ну я мясо не ем, я беру себе с луком и яйцом, с ягодами, с ябуком. Вот, с мясом берет. Я думаю, что изначально это может быть было связано с экономической ситуацией. Людям нужно было как-то выживать. И женщины лучше, что они вот придумали, то, что они умеют делать своим трудом, своими руками, это делать у себя изначально на кухне эти пирожки. Я даже парочку знаю таких женщин, кто у истоков стояли. И привозили сюда в детских колясках. И машины проезжали, когда не все понимали, почему стоит огромное количество в креслах женщин с колясками, с детскими. И вот с этими вот самоварами уже тогда. Ну вот их привозили самовары, кто-то термос брал. А почему в колясках они туда заворачивали в одеяло, чтобы они теплые, не было возможностей, этих домиков не было. И они в этих детских колясках сами перлют, потому что удобно, ты как на тачке везешь. Мы же с тех пор берем, когда это не было так вот развито. Вот за всю зиму с первой пандемией у нас мы хоп-хоп, никто не болели, ни гриппом не болеем, ничего. Ни таблеток, ничего мы не принимали, ни пьем, не знаем. Дым, я считаю, это антисептик хороший. Дышать надо, здесь хвоя, у нас идет смола, здесь вот это елка, сосна. Мы покупаем вот такие вот палочки, ну не палочки, а досочки вот такие. Колим их, раскалываем и самовар растапливаем, поэтому дым идет, это очень даже хорошо, полезно, я считаю. Сначала я на тетю вышла, на тетю стояла. Очень тяжело, это очень труд такой, это так кажется, что. А очень тяжело, это начинки сделай, посуду на мой, все, это посреди ночи встань тесто поставь, чтобы оно поднялось. Это то есть час-два ты вздремнешь, опять это лепит, все, это очень тяжело. Деньги, конечно, живые, но очень потом на здоровье оно дает, если вот печь и стоять самой. Мы считаем, все детство, вот кто вот, кому 30, там 32, у родителей это на пирожках и выращенные, то есть, ну, заработок, вот только отсюда шел, потому что все развалили, ничего порядка, ну, вот работы нету в поселке, раньше-то были и совхозы, и беспромхоз, то есть там деревьев столько, ну, вот рабочих было, и кисельская строжка хорошо раньше была тоже, то есть, ну, рабочих очень много было, не сидело. Сейчас, к сожалению, все, ничего не осталось, все потихоньку угасает в поселке. Ну, раньше быстро как-то мы выходили, вот когда сезон начинался, сто пирожков мы быстро продавали, как бы, и люди добрее были раньше, намного добрее. А сейчас, не знаю, как-то все дорожает, как бы все равно на людей-то действует очень. Ну, мы надеемся на лучшее, что все будет хорошо все-таки, и мы будем дальше работать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...